приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сидникова и в сегодняшнем ролике хочу представить вам новую готовую работу это топ который я назвала розовый фламинго красивейший легчайший просто универсальный топ в сегодняшнем ролике расскажу еще о некотором нюансе напомню из чего я его вязала и конечно же продемонстрирую этот топ на себе сразу хочу сказать что этот топ универсальный благодарю вас за ваши комментарии и соглашусь с вами что этот топ можно одеть даже в театр почему нет если одеть черное платье и накинуть сверху вот этот красивейший топ по-моему очень будет красиво у меня нет к этому топу нужной мне сумочки вечерний но думаю что это дело всего вернее это всего лишь время и на днях планирую эту сумочку связать думаю что я быстро управлюсь с этой работой и конечно же вам потом покажу комплект как это будет смотреться с этим топом ну а пока давайте расскажу то что есть и так топ я вязала из пряжи дэнди я там вам в комментариях писала и ошиблась 330 метров конечно же не на 100 а на 50 грамм пряжа просто великолепнейшая очень тонкая очень нежная и вот такие ажурные вещи смотрятся достойно кроме этой пряжи здесь есть пряжа филадескозия она участвует всего лишь вот в этой маленькой звездочке так назвала я этот мотив и с попутно расскажу о моих впечатлениях то есть если сравнивать две этих пряжи дэнди и филадескозия так вот мое мнение то что дэнди намного нежнее мягче и очень хорошо смотрится в изделиях до филадескозия итальянская пряжа которая просто идеально подходит для ирландского кружева я тогда ее и покупала именно для этих целей но потом все вы знаете что мое зрение стало садится и я забросила эту технику в принципе я не жалею потому что как говорится свято место пусто не бывает конечно же на смену ирландскому кружеву пришли другие техники я научилась вязать спицами да и вообще мир вязания это такая штука которая ну которую невозможно постичь невозможно научиться всему и конца как бы творчеству в этой вязании не бывает поэтому не жалею и так что же я хочу сказать об этой пряжи филадескозия вот посмотрите этот мотив очень плотный хорошо держит форму но есть одно но я сейчас переверну топ спинкой покажу вниз изделия это вот это пряжа филадескозия и вы знаете у меня такое чувство что мне хочется перевязать вот эти вот ну здесь вот три вот этих мотива и два маленьких то есть две маленькие вот эти звездочки смотрится немножко грубовато но не знаю если может быть я придираюсь может быть мне настолько нравится вот это пряжа дэнди но как-то смотрится немножко но не топорно но как-то грубовато не так лежат мотивы я вообще не представляю если бы весь топ был вот из этих мотивов то есть либо тогда нужно менять модель не такую летящую не такую вот ну я не знаю ну просто топ на бретельках возможно это пряжа была бы хороша в маленьких мотивах еще куда не шло но вот в больших мотивах все таки я вам советую дэнди и так топ весит 180 грамм представляете вот эта красота из остатка пряжи весит всего 180 грамм напомню что крючок здесь был единичка ну в принципе и все ну а теперь давайте расскажу об одном нюансе и так не обошлось без маленькой переделки я сегодня ввязала все вот эти заполнила все большие дыры так скажем вот этими маленькими мотивами звездочка да и когда стала примерять вот здесь вот как-то топорщилась и в общем то смотрелась не очень хорошо а это как раз вот район груди там где вытачка и посмотрите если вы увидите разницу вот маленький мотив да с вот этими воздушными петлями и вот здесь эти мотивы на вытачки воздушные петли не нужны вот четыре мотива посмотрите вот раз два три четыре и вот это нестандартное соединение я так это назвала она без вот этих воздушных петель вот здесь у нас по 6 петель кстати все мастер-классы и на малую звездочку и на большой мотив и все нюансы все конечно же есть на канале так вот вот здесь я все вырезала то есть вырезала вот эту звездочку с этими воздушными петлями и перевязала ее без воздушных петель и все сразу стало красиво смотреться то есть вот вы видите район с одной стороны район груди и вот это место такое же с другой стороны и сразу все хорошо стало сидеть но если уж совсем придираться скажем к посадке этого топа по фигуре то вот здесь если вы обратите внимание немножко вот ну не фолдит но как-то вот немножко не так лежит вот этот мотив его можно перевязать чтобы его уменьшить то есть без второго ряда обвязки но я скорее всего не буду это делать мне в принципе нравится и вот в таком варианте вы скажете ну да это же вот как бы район проймы для рукава и здесь по идее должен идти половинчатый мотив да соглашусь с вами это так в принципе и должно быть вот смотрите если мы вот так вот пополам сгибаем вот этот мотив и у нас очень красиво тогда сидит рука но есть одно но можно связать половинчатый мотив вот здесь но тогда как мы будем его соединять с рукавом и с туловищем и со спиной ну то есть передом и так такой же мотив со стороны и спины все вся сложность вот этой модели состоит в том что здесь присутствуют два вида мотива большой и малый и вот ну никак не красиво будет смотреться если использовать половинчатый мотив поэтому я решила оставить все как есть но мне нравится сейчас посмотрите как это сидит на мне и я думаю что ну кому то понравится кому то не понравится вот имейте это в виду что когда в модели используются два вида мотивов то сложнее там перейти на какие-то половинчатые мотивы можно их изменить в размере можно как-то скомпоновать их и подумать над точками соединения но вот в области рукава это сделать сложно но по мне и так очень все замечательно и красиво сейчас проведу вот образ вниз посмотрите как прекрасно смотрится вот эта длинная дниная юбка и этот топ ну вот мои хорошие о всех нюансах я рассказала благодарю вас за комментарии которые вы мне написали к прошлому видео мне было очень очень приятно что вы также вяжете этот топ и что у вас все получается значит мои ролики были не в пустоту если будут какие-то вопросы у тех кто вяжет вместе со мной этот топ не стесняйтесь задавать если смогу как смогу объясню либо в комментариях либо оставлю вам свой номер телефона свяжемся с вами по ватсапу и объясню вам на пальцах если будут какие-то загвоздки в работе в вашей работе над этой моделью ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео надеюсь вам было интересно и пойду готовиться к видео сессии ну а на этом все я вас всех обнимаю всех люблю всем желаю неимоверного полета фантазии легких петелек вдохновения и до скорых встреч с вами была Елена Сидникова пока-пока пока-пока пока-пока